Двойные стандарты запада в действии. Если Украина, то революция достоинства, если Франция, то массовые беспорядки. Ситуацию в обеих странах, а заодно и в мировой геополитике в целом, обсудим сегодня в прямом эфире программы «Вечер. Лайф» в студии Юрий Гемпель, председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по межнациональным отношениям и Алексей Давыдов, политический обозреватель. Добрый вечер, господа. Алексей, вот вы Украину после референдума часто посещали? Нет, ни разу. А теперь и не посетите, наверное, в принципе, потому что украинские пограничники зорко за этим следят. Они уже не пропустили в страну порядка 600 россиян с начала действия военного положения. Как думаете, может, нам тоже стоило бы ответные меры ввести? Я думаю, что нет. В конце концов, политика нашего государства строится прежде всего таким образом, что мы не отвечаем зеркальными мерами на действия украинской стороны. Ведь очевидно всем, что эти действия абсолютно неадекватны. И если мы, учитывая то, что мы, наоборот, как говорится, уже много лет проводим политику привлечения соотечественников, возвращения их обратно, так или иначе, чтобы люди из Украины ехали и устраивались на работу и, скажем так, наполняли этот рынок труда, то, извините, в данном случае, я думаю, что таким образом зеркального ответа в данном случае не будет. Илья, вот вы активно сотрудничаете с представителями зарубежного сообщества. Насколько я знаю, наладили контакты и с политиками, и с бизнесменами, и с общественными деятелями. Регулярно сюда приезжают делегации. А теперь Украина запретила въезд в Крым иностранным гражданам. Получается, что нам теперь не видать заморских гостей, а им реальную картину происходящего на полуострове? Вы знаете, это совершенно неверное суждение. Наши партнеры, наши коллеги из стран Европы, а сегодня это и Германия, и Австрия, и Швейцария, и многие другие, они, собственно говоря, всегда обходили Украину стороной и приезжали к нам на полуостров со стороны материковой России, через Москву, через Санкт-Петербург. Мало того, я вам хочу сказать, что сегодня я снова общался с нашими партнерами, с народными дипломатами, в том числе и с политиками, действующими политиками. У меня состоялся разговор с депутатом Бундестага от партии «Альтернатива для Германии». Я вам хочу сказать, что мы сегодня уже спланировали очередные визиты из Европы к нам в Крым, и мы уже наметили те вопросы, которые мы здесь будем обсуждать. И опять же, основная цель, это, конечно же, создание положительного имиджа Российской Федерации, Республики Крым в целом, и создание партнерских отношений. И что важно, что наши коллеги в Европе, они имеют свою аудиторию, на которую транслируют то, что видят сегодня у нас в Республике, позитивную картинку. Но, может, стоит воспользоваться этим, учитывая нестабильную ситуацию в политике, в первую очередь, стран Евросоюза. Вот насколько, Алексей, такое было бы возможно, учитывая, что, как говорит Юрий, и в Германии неспокойно, нестабильно, и Францию буквально трясет, а все начинается с Франции? Ну, все начинается, безусловно, с Франции, ну, вернее, как не безусловно. Все революции. Не безусловно, но так в истории повелось, что действительно начинались они с Франции. Но в данном случае здесь, конечно, скажем так, уже в этом народе существует определенная политическая культура. То есть любые какие-то противоречия, очень часто они свое несогласие с политикой власти выражают именно такими подобными акциями, уличными, с скандалами, с драками, с массовыми беспорядками. Но дело в том, что есть определенные исключения. Например, 1968 год, когда студенческие волнения, подобные волнения привели к отставке тогдашнего президента Шарля де Голля. То есть это фактически многие считают, что это была первая цветная революция. И сейчас ситуация, ну, скажем так, имеет все признаки цветной революции во Франции. Но тут, скажем так, есть определенные разногласия во мнениях у экспертов. Кое-кто считает, что это, естественно, направлено против Макрона из-за того, что он высказал. Он идет инициатором создания европейской армии, европейских вооруженных сил, что крайне невыгодно Соединенным Штатам. И, естественно, в данном случае Макрон их не устраивает. Ну, а кто-то считает, что здесь есть внутренняя политика, где два крупных бизнес-клана столкнулись между собой. И один из них, в частности, здесь называют очень крупного бизнесмена, входящего, по-моему, в четверку или в пятерку богатейших людей планеты, Бернара Арно. Считают, что в данном случае за протестами, за финансированием, за организационной помощью может стоять именно он. Господа, но у нас есть еще одно мнение на связи со скайпом. Сейчас Александр Молохов, правозащитник, все мы его знаем. Добрый вечер. Вот тот же вопрос касательно параллелей Украины и Франции. Вроде бы ситуации похожие, но отношения мирового сообщества, в частности, западных стран противоречивы. Почему так? Ну, Запад вообще, к сожалению, любит двойные стандарты, и мы должны это использовать. Слышно меня? Да, да, вас хорошо слышно, продолжайте. Да. Дело в том, что вот не случайно мы постоянно выступаем на международных площадках ООНовских, мы видим реакцию стран третьего мира, и им очень нравится, когда Запад по отношению к странам третьего мира использует двойные стандарты, точно так же, как он использует двойные стандарты по отношению к России. И здесь надо врага бить его же оружием на его же территории. То есть, если мы берем правозащитную повестку, да, на первый план подвигаем, то, соответственно, западным странам довольно сложно здесь реагировать и полностью игнорировать тот факт, что нарушаются права крымчан, что они большей частью, скажем так, мирового сообщества, активного, да, власть имущего мирового сообщества воспринимаются как, ну, фактически изгой на своей же собственной территории. Надо говорить об этом, надо привлекать это в свою сторону страны третьего мира. Я так понял, что у вас в аудитории сейчас в основном разговор был по европейской, так сказать, проблематике. Да, и, кстати, Алексей вот высказал предположение, что во Франции есть признаки цветной революции. Насколько это соответствует действительности? И, может быть, эти беспорядки действительно спланированы и проплачены? Может быть и так, но, знаете, в данном случае мы гадаем на копейные гуще. При знаке цветной революции даже в Швейцарии, так сказать, откуда я недавно вернулся. Поэтому, конечно, многим французам тем же самым это не нравится. И это довольно сложный вопрос, как на все это реагировать. Но это, в конце концов, их внутренние дела. Тут рассчитывать на то, что ситуация просто внутренняя в этих странах как-то приведет к изменению их внешней политики. Я бы не рассчитывал на это. Мне кажется, нам надо рассчитывать на собственные силы. Нам надо рассказывать правду о крымских делах, в том числе на международной арене. Нам нет смысла как бы кто-то уговаривать здесь внутри России. Внутри России сложился крымский концепт. Поэтому надо создавать обязательно, мы об этом говорим постоянно, Международный фонд защиты и интересы от Крыма. В частности, недавно такая инициатива прозвучала, может быть, он будет создан конкретно в Брюсселе, прямо под носом у штаб-квартиры Евросоюза. Это очень интересная идея, если такая организация на постоянной основе будет защищать интересы крымчан и бороться за отмену крымских стран. Спасибо за ваши идеи и за ваше мнение. Я напомню, что на связи со студией был господин Молохов. Именно он защищает, решает судьбу крымского зоота, защищает все-таки наши интересы. И в свое время добивался возможности выступить на заседании ООН для крымской делегации. По сути, это именно он выбивал слово. Но вот возвращаясь к Франции, в ходе протестов порядка 400 человек пострадало, ой, их арестовали, там уже около двух сотен пострадавших, есть уже первые жертвы с летальным усходом. Но вот при этом третью неделю все это длится, да, черные субботы они называют, когда выходят в желтых жилетах протестующие. Для разгона демонстрантов используют практически те же методы, что в свое время использовала Украина. Макрон, да, если говорить о нем, все-таки от него многое тоже зависит непосредственно там, его непопулярные реформы. Он понимает, на что идет вот в этом случае, продвигая, продолжая вот идти непосредственно в этом направлении, Алексей? Ну, дело в том, что Макрону-то деваться, по большому счету, некуда. Все прекрасно понимали, что он ставленник очень крупных финансовых кругов, причем транснациональных финансовых кругов, и, естественно, он будет выполнять ту линию, ту политику, которую, в принципе, он и должен выполнять. Но ему ее навязывают или это его идея? Ну, я думаю, я не думаю, что в данном случае у них какие-то серьезные разногласия между теми людьми, кто действительно за ним стоит. Но вот в данном случае, вот сейчас, буквально перед программой, последняя новость, то, что правительство Франции все-таки пошло на уступки и снизило цены на топливо. Но, вы знаете... Вот там они ввели мораторий на 6 месяцев, да? Да, ну, в общем, в любом случае, это какой-то, да, определенный откат назад. Но, я думаю, в любом случае, Макрон и его правительство так или иначе вернется к тому, что они делают, той политики, которую они проводят. Потому что, ну, в данном случае, вот Макрон, его ни в коем случае нельзя назвать фигурой самостоятельной. Его взлет, он просто говорит о том, что это просто ставленник определенных кругов, которые подняли его для определенных своих целей. Юрий, а вот все-таки Франция и Германия недалеко, да, в последнее время активно все-таки сотрудничает, действительно работают связки. А госпожа Меркель, она тоже чей-то ставленник? Ну, вы знаете, не только я, вот и наши коллеги, в том числе и в Европе, многие расценивают Ангела Меркель как марионетку в руках Соединенных Штатов Америки. И, мало того, даже, вот мы недавно встречались, прогнозировали, а вдруг Ангела Меркель все-таки, уйдя с поста, с руководителя партии уйдет и с поста канцлера Германии, что изменится? Вы знаете, на наш взгляд, особо кардинально ничего не изменится, но в то же время немцы прагматики. И посмотрите, как они с газовой трубой поступили, да, как они активно поддерживали Украину в борьбе с Россией по поводу газотранспортной трубы. Сегодня скоро работы будут закончены, и за транзит газа будет получать в том числе и Украина. Поэтому я думаю, что Германия, она все-таки является марионеткой, с одной стороны, с другой стороны, прагматика должна победить. Тем более, что сегодня достаточно много заинтересованных финансовых кругов Германии, серьезных, высоких, они заинтересованы снова вернуться на российский рынок и снова сотрудничать с Российской Федерацией. В принципе, если говорить о ситуации в Германии, да, конечно, она не такая сложная, как во Франции, но, тем не менее, нестабильная. Если говорить о русских, которые проживают там, да, все мы знаем, что там существует особое отношение к беженцам, да, к своего рода иммигрантам, которые в свое время заняли уже какую-то нишу, вот к русским такое же отношение, как и к беженцам другим, которые приехали из других стран в последнее время, тоже Сирии. Ну, вы знаете, так я бы не сказал. Дело в том, что где-то порядка 7 миллионов русскоязычного населения находится в Германии, порядка 3 миллионов это российские немцы, и, конечно же, к ним, ну, отношение несколько, ну, более теплое, чем к тем беженцам, которые появились в последнее время. Ну, насколько я помню, Германия сама и приглашала крымских русских немцев. Совершенно верно. Совершенно верно. Германия в свое время, начиная от Гельмута Коля, в общем-то, пригласила российских немцев к себе в Германию на постоянное место жительства и достаточно серьезно помогала при обустройстве, при интеграции этой категории граждан. Но буквально недавно, вот и сегодня, и вчера были переговоры с депутатом Бундестага, где он заявил, что появились плакаты в Германии, где правительство Германии предлагает всем аузгитлерам, всем иностранцам, всем беженцам вернуться в свои страны проживания, откуда они прибыли. На этом плакате изображены флаги тех государств, откуда эти люди прибыли, в том числе и флаг Российской Федерации. И в связи с этим в русскоязычной среде, среди российских немцев, сегодня идет бурное обсуждение подобного заявления со стороны правительства. Понятно, что если русскоязычное население в Германии многие годы себя в общественно-политической жизни проявляло достаточно слабо, то сегодня нет. Сегодня проходят митинги, сегодня они активно обсуждают, активно принимают участие в политической жизни Германии. И, соответственно, они сегодня все равно влияют на мировоззрение граждан Германии, на восприятие Крыма, Российской Федерации, действительности. И многие из них участвуют активно в политике. Поэтому они контактируют с верхними эшелонами власти косвенно, но влияют на принимаемые решения, серьезные принимаемые решения. Алексей, Юрий сказал, что некоторые немецкие бизнесмены готовы участвовать в финансовом рынке Российской Федерации. А если брать, например, ту же Францию, неужели там такой большой разлет между обычными слоями населения и элитами? Если мы говорим о тех же налогах, непопулярных, которые вводили в последнее время, вспомнить уже реформу трудового законодательства, а сейчас повышение цен на топливо. Ну, в данном случае там действительно есть расслоение, потому что очень многие люди, которые побывали во Франции, говорят, что там, кроме того, что есть зажиточный класс, есть люди очень крупный класс среднего достатка, там есть и большая категория людей, которые просто-напросто являются нищими. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, скажем так, для кого-то и черный хлеб, пряник, скажем так, кто-то любит икру, а кто-то свиной хрящик. То есть, соответственно, если люди имели определенный уровень достатка, то теперь в связи с повышением налога в среде, в связи с повышением цен на топливо, они, естественно, этот достаток могут потерять. Соответственно, в данном случае люди боятся за свое будущее, и таким образом это может выливаться вот в такие протесты. А я уже говорил, что протесты – это, в принципе, часть политической культуры Франции. То есть, вот, как бы так. Юрий, ну, вот, следуя вашей логике, если Германия, да, в какой-то мере зависит от Соединенных Штатов, да, является марионеткой, да, откровенно говоря, Франция тоже в той же позиции находится? Я считаю, что и Франция в той же позиции. А тогда почему Франция пытается вести самостоятельную политику на том же Ближнем Востоке? Вот, если она зависит от США, она, получается, пытается дистанцироваться каким-то образом от влияния сверхдержавы? Ну, вы знаете, вот, возвращаясь к Германии, Германия, как бы мы ни говорили, там, она является достаточно развитым государством и является лидером в Евросоюзе. И если Германия зависит сегодня от Соединенных Штатов Америки, то, безусловно, и Франция. В какой степени? Ну, я думаю, что, наверное, в большей степени Соединенные Штаты Америки имеют влияние на Германию. Прежде всего, потому, что Германия лидер Евросоюза. И она диктует сегодня многие правила, по которым играют практически все страны Евросоюза. Я бы сегодня не воспринимал Францию вот настолько серьезно, не ставил бы на одну ступеньку Францию с Германией. Поэтому, возвращаясь опять вот к внутренним проблемам Германии, ведь они же похожи с проблемами той же Франции, те же самые беженцы, те же самые затраты из бюджета. И прежде всего, я думаю, это политика Штатов, направленная на то, чтобы ослабить эти страны прежде всего в экономическом плане, в том числе и, естественно, расколоть общество на какие-то враждующие, непонимающие друг друга части. Что, в принципе, на мой взгляд, это им удается. Ну вот проблема беженцев действительно очень важная на сегодня для Евросоюза. Ее даже поднимали, она была одной из ведущих на саммите J-20. Но вот по факту, возможно ли, в принципе, избавиться от этой проблемы? Куда беженцы пойдут? Как от них, по сути, откреститься? Ну вот, знаете, мы говорили только что о плакатах, которые сегодня появились в Германии. И там же предлагается этим гражданам возвращаться в страны проживания, при этом обещают полностью профинансировать это возвращение и выделить какие-то средства для обустройства у себя в странах проживания. То есть сегодня Германия, ведущая страна Евросоюза, готова тратиться, лишь бы только избавиться от этих беженцев. Понятно, прикрываясь некими, как бы, ну, исходя из гуманитарных, значит, целей, исходя из каких-то демократических принципов. То есть мы вам дадим деньги, мы хотим откупиться, ради бога, уезжайте. Ну, по сути, откупиться. Да, совершенно верно. Продолжая саммит G20, да, действительно, его называют одним из самых конфликтных в истории, самых сложных и, наверное, самых провальных. Алексей, действительно, ведь была запланирована встреча Трампа и Путина. По факту Трамп, вот буквально накануне он анонсировал ее, говорил, что да, согласен, и тут буквально отменяет ее, называя причину, что это связано с той ситуацией, которая произошла в Керченском проливе. Насколько эта причина может быть соответствующей действительности? Или все-таки были какие-то подводные камни? Ну, начнем с того, что саммит все-таки нельзя назвать провальным, потому что хотя бы по формальной причине итоговое коммунике, которое подписали все участники, все-таки было принято. Поэтому его уже, в принципе, провалившимся назвать нельзя. Это раз. Во-вторых, что касается встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, естественно, о ней очень много говорили. Да, и не мудрено. С другой стороны, когда говорят о том, что повлиял ли инцидент в Керченском проливе на отмену этой встречи, формально, как повод, да. Но все-таки давайте смотреть на то, что внутренняя ситуация для Америки всегда была гораздо более важной, нежели внешняя. А что у нас сейчас творится внутри США? Там сейчас бывший адвокат Дональда Трампа Коэн дал показания комиссии Мюллера о том, что Трамп, будучи уже в избирательной кампании президента 2016 года, вел переговоры в России о строительстве Трамп Тауэр в Москве. А это уже, скажем так, очень серьезное такое обоснование, которое, если будет доказано, может послужить, скажем так, поводом для возбуждения процедуры импичмента президента. То есть мне кажется, что в данном случае действительно вот эта причина, она сыграла гораздо более важную роль, нежели инцидент в Керченском проливе, к которому Трамп поначалу вообще отнесся, ну, скажем так, достаточно индифферентно. Да, с одной стороны, здесь, конечно, в ООН, в Совете Безопасности, Ники Хейли выступила там очень критически со всей вот этой вот антироссийской характерной риторикой. Но, тем не менее, что касается отменной встречи, наверное, вот та внутренняя причина, она гораздо более важна. Но, но, все-таки я считаю, что в Керченском проливе не обошлось без Соединенных Штатов, потому что такая многоцелевая провокация, это более характерно для них, они это прекрасно умеют делать, в отличие, скажем так, от Украины. И здесь мы, давайте обратимся к тому внешнеполитическому контексту, который был на момент 25 ноября. В результате этой провокации, мало то, что сорвалась встреча, как мы уже говорили, также перед этим был обстрел Алеппо со стороны оппозиции с нарядами, начиненными хлором. Химическая атака. А оппозиция, она, как мы знаем, в принципе, она очень поддерживается и политически, и даже есть данные о том, что в военном плане она поддерживается со стороны Соединенных Штатов. И когда оппозиция совершает химическую атаку на территории подконтрольной правительственным войскам, правительству Асада, то, соответственно, это сильнейший имиджевый удар по американцам. В результате этой провокации они сумели заболтать это все. Ну и плюс к этому, давайте не забывать о том, что американцы это главные противники Северного потока и Турецкого потока. Ну, американцы действительно, они умеют планировать провокации. Да, и это для них дополнительные аргументы в том, что сказать той же самой Германии. А вот вы посмотрите, с какими вы негодяями собираетесь строить трубу и качать у них газ. Даже Германия, да, вот, допустим, ответила ее, ну, некоторые граждане, нельзя позволить это Киеву, именно так сказала экс-глава МИДа Германии. Да, в данном случае, конечно, в отношении Германии эта провокация, как мы уже видим сейчас, не сработала. Ну вот, повторю эту фразу, да, нельзя позволить это Киеву сделать. Экс-глава МИДа Германии сказал, он обвинил Украину в попытке втянуть в конфликт Германию и не только Евросоюз и другие страны Запада, в том числе Соединенные Штаты Америки. Но, по сути, никто, конечно, никаких кораблей, никакой военной поддержки, ни в какие проливы никто никуда не послал, да. Но, выходит, Германия смелая на словах и может только санкциями, да, как-то влиять на нашу страну, когда касается реальных действий прячет в голову, в песок. Или все-таки вот страны Запада могут рискнуть ради своей подопечной Украины? Вы знаете, вот я лично убежден, что в свое время Германия как-то рискнула в 41-м году. И они это очень хорошо помнят. И я так понимаю, что и страны Евросоюза это все помнят. Я убежден в том, что страны Евросоюза не рискнут втягиваться в какой-либо военный конфликт, либо слишком острый конфликт на стороне Украины. Ну и вот буквально недавно на пресловутом сайте Миротворец вдруг появилась фамилия бывшего канцлера Германии. Ну, понятно, вот и, кстати, я давал по этому поводу интервью и немецким, в том числе, и средствам массовой информации. Ну, очень приятно, что этот список пополняется разумными людьми, в том числе и господином Шрёдером. Кстати, реакция МИДа ФРГ по поводу этого, она достаточно была такая жесткая, она была публичная. То есть они потребовали закрыть этот сайт, потребовали от властей Украины. Ну, понятно, что его не закрыли, якобы сайт не имеет государственной поддержки, не зарегистрировали и так далее, и так далее. Но в то же время, я вам хочу сказать, что сегодня Евросоюз, и в том числе и Германия, они, в общем-то, снимают вот эти вот очки, которые не дают им видеть розовые очки. И сегодня они видят реально, что делает Украина в отношении, в том числе и Германии. Очень радует, действительно, что эти очки буквально слетают, и страны Евросоюза, в том числе, понимают, к чему это может привести, понимают варианты последствий. Но, с другой стороны, и Россия, она готова к разговору, как с США, так и с другими странами. Но напрашиваться тоже вряд ли станет, наверное, да? Господа, вам спасибо за беседу, зрителям за внимание. Увидимся завтра в это же время в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим.